Здравствуйте, много уважаемые зрители канала Заметки Нумизмата! Сегодня мы с вами снова поговорим про золотые монеты, но на этот раз не монеты Российской империи, а монеты начеканены в советское время, в 70-е годы. Это известные монеты, червонец или как их иногда называют сити, что все-таки не совсем корректно. Изначально в 23-м году, когда появились первые именно советские золотые монеты, было утверждено их официальное название червонец, на них и написаны один червонец, и по сути являлись они золотым содержанием бумажных денег, также выпускавшихся в 20-е годы и дальнейшем в советском государстве. Ну а в годы 70-е эти монеты получили вторую жизнь. А название все эти буквально приклеилось к ним из-за характерного изображения на монетах крестьянина засевающего поля. Такой же крестьянин, но несколько видоизмененный, был изображен и на первых бумажных червонцах, поэтому название к ним прикрепилось достаточно прочно. Итак, монеты инвестиционные, используемые в основном для накопления средств в золоте, и тем не менее на их примере можно показать, что даже самые, казалось бы, простые инвестиционные монеты, вроде и не представляющие большой коллекционной ценности, тем не менее содержат в себе множество интереснейших элементов их происхождения, их истории, их создания. Возможно некоторые факты кем-то придуманы или добавлены в литературу, как красивые эпизоды. По большому счету это легенды или байки, но это красивые байки, связанные с тумизматикой. Почему бы нам не разобрать такие интересные легенды? В первую очередь задумаемся, а для чего вообще их создавали? В 70-х годах в обращение такие монеты не поступали, население Советского Союза их никак не получало, их можно было купить исключительно в отделениях, предназначенных для торговли с иностранцами, с туристами, где можно было их привезти за валюту как сувенир и увезти из Советского Союза. Причем, встречались они весьма нечасто там. Зачем тогда вообще потребовалось чеканить эти монеты, тиражи которых измерялись сотнями тысяч и даже миллионами экземпляров? Так вот, одна из легенд свидетельствует, что монеты были начекайны по заказу некоторых иностранных банкиров, ну или возможно, как определенный элемент национальной гордости советского банковского дела, который и хотел иметь в международном обращении инвестиционную, но именно советскую монету, коей на тот момент не было. Элемент гордости престижа государства. Так это или нет, но приблизительно в 1974 году вопрос обсуждался на высшем государственном уровне, было принято решение монету чеканить и взять за образец старую монету образца 1923 года. Важный момент, что у червонцев новой эпохи, червонцев 70-х годов, мы видим на обратной стороне, также как и на червонцах 1923 года, герб РСФСР. А так как дизайн червонцев в 20-х годах утверждался долго, нудно и был принят именно этот вариант с гербом РСФСР как временный и переходный, то они известны к нам именно в таком виде. Именно на червонцах 70-х годов вновь было принято решение использовать ту же геральтику, герб РСФСР, а не СССР. Возможно, в какой-то степени это был также дополнительный символ непредназначенности монет для обращения, так как на территории Советского Союза обращались исключительно монеты с геральтикой СССР, а не отдельных составляющих союз республик. Итак, в 1974 году решение было принято, монеты были начеканены с датой 1975. Опять же, судя по некоторым свидетельствам поступили за границу в ряд иностранных банков, их заказавших, в том числе германские банки. И возникает сразу же вопрос, если монета чеканена слишком некий символ, престиж, монета исключительно инвестиционная, а как же так получилось, что в дальнейшем другие годы монеты появились с новыми датами? Была ли в этом необходимость, если даже при ее создании был использован, по сути, старый дизайн монеты еще 1923 года? Так вот, одна из баек говорит о том, что сразу же после поступления монет 1975 года в один из европейских банков, оттуда пошла рекламация о некотором метрическом несоответствии по весу поступившей партии. Советский государственный банк принял рекламацию со всей серьезностью и было обещано в кратчайшее время заменить поступивший тираж на новую монету, начеканную с новой даты с соблюдением всех необходимых метрических параметров. Появились червонцы 1976 года, однако никакой замены не произошло. Монета с датировкой 1975 хорошо расходилась по рукам, была весьма востребована, как необычная, и новый червонец был встречен весьма положительно, даже несмотря на возможные недостатки. Поэтому иностранные банки с удовольствием взяли себе и новый тираж 1976 года, но теперь уже в переписке выяснилось следующее. Ряд монет, небольшая часть из поступившего тиража, внешне несколько отличается от всей остальной партии. Блеск их ярче, цвет более желтый, хотя по всем параметрам монеты соответствуют. На это было дано разъяснение, что в Советском Союзе действуют два монетных двора, ленинградский и московский. И если червонцы 1975 года полностью чеканились на ленинградском монетном дворе, небольшая часть тиража 1976 года в связи с необходимостью скорейшего исполнения заказа была якобы начеканена на монетном дворе московском. Не отличаются они более ничем, кроме, как я уже сказал раньше, несколько другим блеском и цветом. Но это же сразу заинтересовало иностранных заказчиков, так оказывается у вас два монетных двора. Это очень-очень интересно. И вот со следующего, 1977 года, снова чеканицы, новые червонцы, теперь уже с обозначением монетного двора на гурте каждого монетного двора. Отдельно появляются монеты ленинградские, характерные, матовые и глянцевые, яркие варианты чеканки московского монетного двора более желтого цвета. Таким образом, в 1977 году, выполняя пожелания заказчиков и делая монеты двух разных монетных дворов, отображая знаки монетных дворов на гурте монеты, советское государство создало новый червонец. Ну, а в дальнейшем появились также тиражи 78-79 года, начеканенные московским монетным двором. И, наконец, в 1980 году появляется знаменитый Олимпийский червонец, хотя с Олимпиадой не связывало ничего, кроме даты 1980, но к его чеканке отнеслись уже более тщательно. Монеты активно продавали иностранным туристам, посетившим Советский Союз в период Олимпиады, и выпускали себя не только в обычном варианте, но и в улучшенном, иногда называемом бриллиантом циркулит, это, наконец, совсем уж улучшенном варианте, пруф с зеркальным полем и матированным изображением. Таким образом, появились монеты особого качества в 1980 году. И, тем не менее, при коллекционировании обращайте внимание на то, что монеты встречаются как ленинградские, так и московские, и на сегодняшний день коллекционер может сделать себе действительно целую подборку из монет разных годов и разных монетных дворов. В 1975 году только ленинградские, в 1976 году ленинградские и лишь цветом выделяемые московские, не всегда это достаточно хорошо по ним видно. В 1977 уже ленинградские и московские, в 1978-1979 московские, в 1980 году есть как обычный московский, так и московский улучшенный чекан, и, наконец, варианты пруф, также встречающиеся и московско-ленинградского монетного двора с характерным зеркальным полем и также матированным рельефом, полированным гуртом. В дальнейшем монеты 1981 года московские и ленинградские встречаются значительно реже московских и оцениваются иногда полтора раза дороже, то есть это уже не просто инвестиционные монеты, а монеты, представляющие коллекционную ценность. Ну и, наконец, монеты 1982-го, последнего года, иногда их даже называют монетами траурными, год кончины Ленида Ильича Брежнева. Так что, как видите, целая большая подборка, мини-коллекция золотых монет, которые представляют собой как инвестиционную, так и коллекционную ценность. Ну и, пожалуй, последнее, что стоит о них сказать, есть ряд коллекционеров, инвесторов, во всяком случае я многих таких знаю, которые предпочитают покупать монеты исключительно для ленинградского монетного двора, не только из-за их редкости, но и, как считается, за большую красоту и максимальную схожесть с первыми советскими червонцами, также производившимися на Петроградском и Ленинградском монетном дворе в 1923 году, имеющих характерный матовый блеск и высокий красивый вельеф. Приобретайте себе такие монеты, это всегда и надежная инвестиция и, конечно же, украшение коллекции. И смотрите на канале «Заметки нумизмата», новые ролики, задавайте вопросы, консультируйтесь с специалистами, мы всегда рады ответить на любые ваши вопросы, не стесняйтесь, до следующей встречи.